приветище и добро пожаловать на мое производство мы продолжаем строительство завода и уже пришли к некому успеху ну во первых мы собрали все недостающие платы в количество 50 единиц чтобы отправить их в космос сейчас мы это и сделаем дергаем рубильничек вниз запечатать наши платы отправляются в капсулу которую сейчас закрутят чтобы это все в целости и сохранности отправилась космос добро пожаловать на презентацию прогресса первопроходца поздравляем груз деталью проекта для фаза 1 готов к отправке после его доставки завершится фаза 1 будет построена распределительная платформа после завершения фаза 1 в хайбе станет доступны технологии уровня 3 и 4 основное автоматизированное питание производство стали перевозка персонала следующая главная задача выполнить фазу 2 как и раньше необходимо будет изготовить и доставить космический лифт новые детали проекта продолжайте строить автоматизировать исследовать и осваивать на благо фиксит да 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 я включил сюжет я балбес все дела мне про это триндели в комментариях два видео но сейчас не об этом отправляем нашу капсулу уехала улетела что-нибудь произошло вообще о видал 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 ноги что-то как-то раздвигается разъезжается лифт опускается еще как выстрелит мию полетел красота а а ничего себе фаза проекта сборка завершена это лишь начало проекта сборка и первый шаг спасения на данный момент вы показываете удовлетворительный результат напоминаю фиксит спасать не только человечество но и всю землю вместе с котиками и песиками с высокой статистической вероятностью вы бы хотели чтобы котики или песики продолжали свое существование продолжаете работать ради них продолжайте работать на фиксит пора приступить к фазе 2 проекта сборка а и лифт спускается обалдеть какую махину там в космосе отстроили благодаря вот этим платам будем спасать песиков и котиков пофиг на человечество в общем прежде чем я расскажу про сюжет который был до от этого всего который мы чуть-чуть пропустили я хочу рассказать про то что вы писали в комментариях в комментариях писали что нужно строить вот эти контейнера хранилища по горизонтали то есть не вертикали вот так вот как я строю а по горизонтали так удобнее но когда ты строишь по горизонтали есть одно преимущество лестницы учитывая что у меня производство двухуровневая мне это сейчас необходимо так как джекпака у меня пока что нету и мне это в плюс так что не забываем что у каждого строения здесь есть лестницы и контейнеры не исключение это во первых во вторых мне предложили предложили сделать контейнеры собрать роторы для плат вот этих вот собрать роторы собрать сталь и не строить вот эти два ассамблера типа тебе одного ассамблера хватит но как бы это все конечно прикольно можно так сделать но это долго во первых для каждого вот этого для ротора нужны железные пруты винты а для усиленно железа стали железные пластины как бы каждый раз нужно будет перекидывать конвейеры чтобы сделать вначале ротор потом сделать усиленную пластину и потом это все закинуть в контейнер потом из контейнера это все в ассамблер где будет производиться это все короче геморно во первых а во вторых автоматизация есть такое замечательное слово за меня все делает завод а я отдыхаю но помимо этого в комментарии также еще был дельный совет что если он зажму ролик вернее колесо мышки посередине то я смогу дублировать все свои постройки лирическое отступление прошло теперь возвращаемся к сюжету сюжет да 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 чтоб меня я все профукал галочку там забылся я не знаю кто галочку поставил это не я честно слово признаюсь сейчас мы из этого дневника узнаем то что упустили когда был отключен сюжет вот например мы нашли сферу мерсера мы это можем прочитать или запустить аудио с ады нашей она нам рассказывает что астробиолог дмр сер первым обнаружен это инопланетный артефакт соответственно в честь него и назвали эту сферу дальше мы начали исследовать эти сферы и услышали вот что узрите наш манусклит узрите наши окна расхитите нашу сокровищницу проходит нам песню инопланетяне нас заманивают куда-то ищем дальше все что связано со сферами мерсера потому что это как побочный сюжет и вот каждый раз когда мы находили сферу и собирали ее мы получали сигнал от инопланетян куклы не поют песен только подражает звуком текут рекой почему куклы не пользуются окнами внимание ваш мозг работает за пределами стандартных параметров время проведения фантазиях не оплачивается следующее послание давай послушаем в некотором смысле ваш мозг обрабатывает речь но при этом ваш слуховой аппарат не задействован если вы слышите голоса не принадлежащие мне не стоит волноваться это типичный побочный текст тяжелой работы и стресса что же насчет кукол скорее всего куклы это наши тела ну то есть человеческие которые заходят в храм инопланетян по крайней мере мне так кажется из этих посланий странное послание 3 давай тоже прослушаем мы называем простую мелодию для куклы не слышим гармонии в ответ она наполняет наших ранее костями органами и конечностями снова не замечает наших кровавых ран вашем мозгу формируется узнаваемый набор импульсов увидеть что у вас нет признаков сотрясения при необходимости будет произведена замена первопроходца работа не должна останавливаться по расчетам замена произойдет через ошибка лет и тут мы узнаем что это замануха они специально поют вот эту мелодию заманивая нас в храм где мы попадаем в ловушку нас там перемалывает конкретненько и после нас остаются конечности органы и кости послание номер четыре наша кровь может наполнить жилых кукол моноскрипт рождает гармонию гармония рождает композицию отмерните наш храм нити совью для вас открытые окна продолжая анализ мозговых импульсов новые указания повторить контакт первопроходца с инопланетными артефактами подав специальную заявку вы сможете претендовать на компенсацию связи с повреждением мозга медики фиксик профессионально и объективно оценят вашу заявку тут я думаю так все понятно инопланетяне хотят сделать из нашей тушки марионетку и в последней сфере который мы с тобой находили также скрывалось послание номер пять мы наблюдаем как молодых кукол движется по поверхности проходит через окна но не меняется нет резонансного роста пойти я только что звонила врачам фиксит они заверили меня что повторный контакт с этим сигналом не представляет никакой угрозы сказали что это даже пойдет вам на пользу к сожалению связь оборвалась и они не смогли сказать все это вам лично также врачи прописали вам бег по направлению к этим странным и зловещим объектом как только они вам встретятся и тут мы понимаем что скорее всего инопланетяне взломали а ну и дают ей вот такие вот советы которые она передает уже мне в общем с этими сферами вот такая вот загадочная ерундовина будем их исследовать или может быть не будем я что-то прекрасную штуку сделал сканер вот такой который позволяет мне находить еду слизней ну и соответственно сферы благодаря этой штуке я собрал всех энергослизней вокруг и также нашел очень интересную штучку которая вот здесь вот у нас вот и сюда мы сейчас с тобой и направимся покажу тебе что это такое попытаемся это все дело собрать и изучить вот он вон вон там вот он смотри светится по-моему это интересный ограненный камень а может быть и не ограненный но явно нам его нужно собрать возможно это тоже как-то связано со сферами мерсера или может быть это вообще какие-нибудь 3 инопланетяне останки это инопланетян которые также хотят поживиться нашим телом во причем он никак не сокрыт он не в каком-то коконе а просто на скале а я слышу это петлевик и это тоже инопланетная какая-то побрякушка собираем открытие петлевика посвящается мэри саммер вилле соосновательницы и главе отдела исследований фиксит существует множество теорий о том каким образом петлевик приобрел такую форму и почему этот символ математически повторяющий ленту мебиуса к счастью вам не нужно знать эти теории чтобы быть первопроходцем исследуйте этот объект в ммр чтобы определить его категорию и найти способы его применения с учетом местности интересный факт планета на которой вы сейчас находитесь была обнаружена и названа в рамках проекта поиска планет под названием поиск планет в пустом пространстве которым руководила гражданка мэри вот кого я должен благодарить гражданку мэри за то что я сейчас здесь заталкиваем этот бесконечный камень в мм а и посмотрим что нам про него расскажут анализ завершён завершён анализ петлевика петлевики представляют собой нечто среднее между аккумулятором и проводником они добывают энергию в разных закоулках космоса полностью игнорируя законы пространственно-временного континиума и распространяет ее в своей экосистеме эта энергия схожа с гипотетической силой темной энергии что вполне может быть ею теперь ее можно обнаружить с помощью сканера а серьезно ну-ка 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 о действительно можем обнаружить ништяк самое прискорбное это то что инопланетяне хотели чтобы я это взял поэтому как-то опасаюсь опасаюсь а сейчас я планирую направиться вон туда кто смотрел прошлую серию знает что у нас там дожди а там еще по моему дрон вон разбитый надо и туда еще сходить в общем вперед из пестоней в комментариях также пишут про подкат я не знаю почему все таким озабоченные поскольку а нифига сия экзоскелет вижу сейчас вот когда подкат делают он там прям видно этот металлический каркас обалдеть а почему же его в гардеробе не видно а так видно ну классно подождите на ноги просто а если на ноги просто посмотрите увидно странно очень странно в общем все озабочены подкатом кто-то говорит что он не работает сейчас кто-то говорит что он работает в все здесь нормально работает так же как и работала до этого так что не переживайте подкат существует я им пользуюсь просто не всегда вы его видите а вообще приятно что подписчики заботятся обо мне да здравствует катерина а тут еще он бублик у нас есть лосяш лосяш я пришел за рудой который охраняешь уступи спасибо что уступил это я заберу потом протеин сделаю и сожру значит руда катерины и кстати это руда действительно была названа в честь катерины прям тут так и написано металл названный катерием в честь выдающегося директора фиксит катерины паркс это короче альтернатива золото и вот сейчас мы будем это золото ввести к нам а нет не будем я забыл сделать бур но в целом не проблема построим здесь мастерскую и будет нам бур разбираем и ставим буровую установку спасибо тем кто написал что если нажать на h то можем зафиксировать проекцию постройки и у нас появляется возможность ходить вокруг этой проекции смотреть как эта постройка впишется в наш завод значит мы узнали что нашу проекту надо разворачивать разворачивать ее нужно вот в эту сторону примерно вот так и теперь нужно тянуть туда конверную ленту очень длиннюю ну и соответственно оттуда нам придется тянуть электролинию конвейер второго уровня конечно же это слишком дорого поэтому мы будем строить обычный конвер первого уровня благо у нас много ресурсов на это все безобразие хотя вот металлических пластин скорее всего не хватит а еще а еще скорее всего а вот этот мне не очень нравится надо же сделать по красоте то есть тут она будет вот так потом идет сюда и возвращаясь к тому что я хотел сказать еще нам потребуется скорее всего здесь мостик так как дюны у нас то вверх то вниз как волны на морях придется идти по верху поэтому фундамент нам в помощь знаешь что пока мы отсюда не убежали я предлагаю подняться наверх и изучить капсулу дрона а еще а еще я видел слизня он прямо где-то тоже тут наверху сигнал вам не даст соврать может быть даже и там еще слизи не есть о а это что радиация это ура так я хочу его добыть надеюсь что я выжил нет я не выжил стой-стой-стой-стой-стой его надо было выкинуть из моего кармана вот я тупица я думал что я его соберу отбегу и радиация как бы о чем я думал вообще если при радиации даже вещи выкидывают любые машины вообще все что соприкасалось с радиацией а тут я радиоактивную руду пытаясь в кармане унести безумно нравится летать на парашюте особенно не спускаясь на нем а вот так вот паря по возвышенностям если возвышенность ровно это я спокойно могу лететь так бесконечно моя сейчас главная задача это подойти к контейнеру взять все с него кроме урановой руды надеюсь что мой контейнер сейчас не заражен радиацией я подошел близко ну вроде бы пока тишина а а заражен 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 значит делаем это быстро так уран 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 а пока найдешь его там вот это я себе западню организовал конечно причем прикол еще в том что чем больше я себе наложил в карман этого урана тем он мощнее уничтожает мое здоровье если бы его было там совсем чуть-чуть то как бы я бы выжил попробую издалека вот так вот теперь заходим выкинь эту бяку вот фух чуть-чуть выкинул будет полегче уже попыточка номер четыре у меня здоровье не так много вот я я я все выкинул я все выкинул я прямо все выкинул со своего контейнера валим валим да не к нему а вот так вот смотри-ка в этот раз я вообще спокойно у меня децил здоровье тупо убавилась сгорел предохранитель но я моя чё там произошло то вроде все нормально работала вся грибочков пожру схожу значит все-таки за дроном и потом уже пойду решать вопрос с электричеством аккуратненько обходим радицу ооо все мы же далеко уже уже а тут вообще капец радиации дофига тут все в радиации там залежи руды так вот если обойдем а это думаю что это за светящиеся всякие штуки тут ёлки ой блин вниз нам не надо нам вниз не надо нам наверх надо проблема только в том что там радиации нет но есть токсичные газы а маску я еще не научился делать есть конечно вариантик один интересный вот сюда перепрыгиваем тут сейчас башню построим вышку что-то как-то меня тут еще колбасит там наверху что ли что то есть я здесь дыхать не собираюсь так все полезли это вышка как раз высоте с эту гору о я слышу что там кто то есть злой очень злой запрыгиваем сюда это разбираем материалы нам еще пригодятся ну и наверх или зря я сейчас это все разбираю вдруг пригодится еще так понятно все очень плохо дрон разбился прям рядом с ураном мы конечно можем тут побегать пособирать чуть-чуть все что сможем тут еще кто-то где тут кто ходит то компьютеры отлично это ух ёлки-палки какой не-не-не-не-не-не-не-не-не-не я отсюда пошел я пошел кто этот гигант радиоактивный это кабан радиоактивный или может может камень в меня кинуть да мимо слушай но это очень опасное место так я где-то здесь еще видел слизня а вон он привет попсик ахты ёки лосяж меня пульнул что ли где этот лось он там не вон он ходит бродит а вон там кстати сферка есть вон она да 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 это сфера до нее тоже потом дойдем всему свое время не зря в тарях мне говорят что был бы неплохо тебе найти бы уже уголь я с этим согласен но пока что я обхожусь конструкторами и твердым биотопливом но вот мы и достроились до нашего заводика теперь самое сложное как бы нам это все объединить так нет это наверно лишнее нам нужно вот это разобрать и отсюда вниз уже идти типа вот так вот и чудно все у нас срослось все получилось в целом что хочу сказать скорее всего нам нужен второй уровень здесь поскольку конструктор с катериной будет у нас именно на втором ярусе как бы пока что так отсюда я могу вот сюда запрыгивать без проблем поэтому мостик сюда делать не буду остается только подвести конвейер и провода конвейер построен теперь мы ставим сюда плавильню и конечно же конструктор единственное что нам нужно сейчас тут переделать это конечно же конвейерную ленту чуть-чуть не там ее построили вот так вот надо сделать и усатого значит тут мы переплавляем катерину и из нее делаем сверх проволоку ну конечно же это нужно где-то чё-то складировать поэтому без склада нам не обойтись вот и все рудник опускается бурить катерину давай пупсик добывай а мы на нашем конвейере можем спокойненько отправляться домой считаю что это траволатор знаешь что я сейчас нашел я нашел что мы можем делать биомассу из протеина инопланетного протеина из одного протеина мы получаем 100 биомассы насколько это выгодно так стоп 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 нам 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 не надо все сюда пихать ребят по остановитесь я чунгач кук индейцы все дела я забыл что мне что-то нужно делать из биомассы твердо тела биотоплива короче мне здесь нужен еще один конструктор чё-то я за затупил еще один конструктор который будет нам делать биомассу из протеинчика это нам придется разобрать чтобы всю биомассу искоренить отсюда и вот теперь у нас тут поступает отличные брикетики древесные все здесь производится все шикарно ну и чтобы у нас случайно не вырубило наше производство конечно же мы будем наращивать мощность благодаря энергомодулям заряжаем их сюда и разгоняем наши биосжигатели и по итогу у нас теперь мощности выше крыши более чем 200 мегаватт есть пару вещей которые я хочу исследовать в мимо во первых это ингалятор шикарный ингалятор который будет восстанавливать нам огромное количество здоровья теперь он у нас есть и конечно же маску хотел бы прокачать разблокированный рецепт для витаминного ингалятора этот ингалятор не только улучшает ваше здоровье но и предотвращает развитие цинги и прочих заболеваний связанных с нехваткой различных веществ к сожалению он не улучшает ваш внешний вид однако шлем первопроходца рассчитан на подобные экстремальные условия это все конечно хорошо но я бы хотел респиратор сделать но для него нужен уголь короче будем искать уголь в следующей серии обязательно а пока что я хочу еще во первых кварцевый резонатор изучить у меня все на него есть и вот эти вот разрывные болты опять ада чуть хочется рассказать исследование завершено разблокированный рецепт для кварцевого резонатора доступно новое исследование кварца дробный болт для него нужно 150 обычных болтов сейчас мы их наштампуем 150 обычных болтов мне даже интересно как мы будем этими разрывашками стрелять разблокирован дробный болт когда вы стреляя этими этими кварцевыми болтами они разламываются на смертельные осколки которые разлетаются во все стороны фиксит не одобряет такой же стоткий метод взаимодействия поэтому перед его применением убедитесь что поблизости нет свидетелей окей я буду осторожен дробные болты ух короче для них нужны обычные в начале болты и сейчас мы пойдем их тестировать на животинках буквально с десяток сделаю для теста я наш ствол теперь остается только понять как его заряжать а вот вот так вот мы заряжаем и где-то тут животинка у нас недалеко бродила для тестов вот вот это мне и нужен давай протестируем он прям в мяч прилетел что-то вон они как разлетаются теперь ясно теперь все ясно надо поближе подходить это как дробовик настоящий вот и все короче чем я буду ближе к цели своей тем больше урона я нанесу потому что дробинки те вон разлетается в разные стороны просто капец бегу сейчас к нашему самому первому дрону который мы нашли на возвышенности на горе чтобы открыть его благо я маршрут до него уже сделал тут всего-то навсего по мостикам пробежать нужно хотя учитывая что у меня парашют нафига нам мосты мы срежем ой блин нифигасе ты меня напугал что у меня дробовик тут еще кто-то есть о привет я тут посижу мимо нифигасе без двух выстрелов я его ушатал вот это мощная дробина вот это я понимаю протеинчик теперь сделаю и в биомассу все переработаю а там дальше в дрова ну что вставляем сюда компьютер благо у меня их огромная куча подсобирал с других дронов теперь для нас это не проблема жесткий диск изъят будем его изучать ну и настал время заглянуть в наш хаб чтобы открыть новые улучшения прыжковые площадки принципе прикольная вещь позабавиться но вот роторов 50 штук как-то дорого давай лучше бонусную программу откроем и посмотрим чё там в чудо-магазинчике нашим будет еще посмотрим как будет взлетать наш друг не помешает ли там ничего ему да вроде бы и нормально цель достигнута вы получили доступ к бонусной программе чисто утилизация на других объектах также известный как чудо ваш вклад в чудо позволяет фиксит рассчистить путь к познанию нашей удивительной планете в честь этого мы разработали закрытую экономическую систему щедрыми эксклюзивными наградами и внутренней валютой за доставку в чудо-утилизатор деталей разной сложности в разных количествах вы получаете купоны фиксит эти купоны можно использовать чудо-магазине для покупки нужных товаров например новых фрагментов стен заводских приспособлений косметических средств деталей и туда и так далее следующий раз когда у вас появятся лишние ресурсы не поленитесь отнести их туда где живет чудо спасибо да за шикарнейшую рекламу чудо теперь мы будем знать чудо-магазинчик и чудо-утилизатор но вначале начнем с чудо-магазинчика надо понять где его только разместить чудо-магазинчик у нас ну давай посередине как это по традиции посмотрим что у нас там есть в этом чудо-магазинчике с возвращением о о точно заводская мототележка я ее обожаю классная вещица обязательно ее купим можно темный режим сделать ничего себе прям как на youtube чеки почти также за купоном еще детали же можем покупать а в большом количестве можно тут выбирать хотя как в большом за четыре купона всего 50 модулей я могу купить экипировка кружка жалко мне еще ни одного купона нет но мы сейчас утилизатор сделаем и будут у нас купончики настройщик раскраски таблички управление это крепление для конвейеров напольное отверстие для конвейерного лифта ничего нового по сравнению с прошлым хотя я надеюсь что что-то будет здесь еще добавляться по мере прохождения но это я не уверен давай чудо-утилизатор слепнем чудо-утилизатор какой же он все-таки здоровый блин придется вышку короче убрать здесь чтобы его шлепнуть вышка в принципе не нужно поскольку у меня контейнеры здесь стоят буду пользоваться ими все утилизатор построен надо всего лишь навсего сюда что-нибудь запихать и подключить еще к сети его вот у нас тут есть возможность запитаться подключаем и давай чего-нибудь утилизируем в этой штуке опана нифига себе что это 500 стандартных очков до получения купона либо очков днк до получения купона нифига себе поставлю вот тут рядышком склад короче из этого склада у нас будут забираться все материалы для утилизации кривоватенько конечно но ничего нам сейчас не красота важна вот например кварц неограненный кварц совсем чуть-чуть кварца на тебе вот стержни 15 штук а нет 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 подожди это не те стержни не тени 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 это же что за стержни то такие какие-то крутые стержни елки-палки электромагнитный регулирующий стержень нифига себе чуть тут не утилизировал вот эти вот стержни я хотела дать тебе на ты там уже утилизируешь да что-то там уже утилизируется сейчас еще сюда вот винтиков закину а у меня в принципе больше а вот еще пластины вот эти можно закинуть и больше у меня ничего нет от железный слиток можно тоже переработать а сейчас мы идем в мама изучать жесткий диск который мы достали сканируйте его чуть не забыл про катерину сколько у нас о 500 то что нужно для наших исследований именно этого мы и ждали так 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 изучаем парализующие болты а проводятся другие следы но блин я сейчас мог бы открыть зип-лайн и что-то там еще вот это вот разблокировать катерин у электронику но нужно ждать еще 7 минут давай посмотрим что там у утилизированный машин о два купона конечно печатать конечно печатать и два купона где кружечка добавить в корзину купить все да моя кружечка вы приобрели официальную кофейную кружку fixit не покупайте неофициальные кофейные кружки fixit известно что они взрываются и привлекают вас неофициальные кофейные кружки fixit снижают вашу привлекательность глазах представителей и представительниц пола который вам нравится или ухудшает ваше общее самочувствие если у вас нет желания кого-либо привлекать лицензия на официальные продукты fixit представляется только в официальных чудо магазинах приглашаем в лучший магазин планеты где вы сможете гарантированно купить официальные товары fixit по самым выгодным ценам блин порой мне так хочется эту аду отключить но с другой стороны она и так давно была отключена было тихо и спокойно а сейчас я могу в ночи выпить чашечку кофе и это великолепно ну что ж на этой прекрасной ноте я предлагаю завершить спасибо что посмотрели ставьте лайк если понравилось подписывайтесь если еще не подписаны чтобы не пропустить следующего ролика на котором мы с тобой и увидимся так что до встречи до встречи